Коллеги, я тему доклада озвучили. Ну, какие ключевые моменты я бы хотел осветить сегодня? Понятно, что проблематика достаточно большая, масса моментов различных бывает, но те моменты, на которые бы я хотел остановиться с учетом нашего опыта работы в Центре травматологии и ортопедии, это трансфузии в ортопедии, дилерии при переломах бедра у пожилых пациентов, инфекции раны, переломы бедра и спиральные антикоагулянты, использование селсейвера, ну и как раз по злокачественной гипертемии. Эти проблемы достаточно широко представлены в ортопедической хирургии, ну и хотел бы уточнить, что, отметить, что послеоперационный инфекционный осложнение является главным врагом в 21 веке в ортопедии, поскольку могут свести на нет результаты блестящих проведенной операций у пациентов. Что касается кровотечения в ортопедии, мы можем отметить, что в этой категории пациентов отмечается высокая частота, не в связи с возрастом, с сопутствующей потолки. Поэтому, конечно, предварительно нам надо проводить оценку рисков основных параметров, след прогноз кровотечения и переливания, а также готовить таких пациентов и готовиться в плане трансфузионной готовности. Небольшая статистика по нашему центру, данные я взял за 8 месяцев 2022 года, у пациентов с протезированием тазобедренного и коленных суставов мы проводили гемотрансфузию в 18-20% пациентов из тех, что были прооперированы за этот период. То есть достаточно высокий процент проведения гемотрансфузии. При этом независимыми предикторами крупных кровотечений у такой категории пациентов могут выступать объемная операция, сопутствующая онкологическая патология, женский пол, ИБС и их обувь. Также независимым предиктором кровотечений трансфузии выступают длительность операции, низкий уровень гемоглобина техоперации, вес, женский пол, возраст. В то же время, когда предоперационные анализы крови показывают нормальные значения, а после операции возникает массивное кровотечение, мы должны исследовать тромбоэластографическую боль, проводить более углубленный анализ гемосказа. По данным Рено, внедрение протокола на нашим докрови во время крупных оперативных вмешательств в ортопедии позволяет снизить частоту гемотрансфузии. При этом пороговыми значениями для проведения гемотрансфузии выступает уровень 70-80 грамм на литр. Проведено было исследование, которое показало, что при таком подходе, при тригере таком, наблюдается снижение летальности и повторная специализация на 50-й день. И такой уровень гемоглобина, при котором мы начинаем гемотрансфузию, тоже прописывают в нашем Талстанском приказе по переливанию крови. Фактические данные подтверждают необходимость оптимизации лечения на ней до операции. Основным препятствием для более широкого внедрения остается экономическая эффективность. В то же время утвержденный протокол, рекомендованный для стяжельщиков и переливания текцирования и продолжительность пребывания, оказывает большое влияние на исходы лечения. То есть до оперативного вмешательства мы должны контролировать уровень экономии и корректировать соответственно в послеоперационном периоде. На этом основном протокол Patient Blood Management и он так позиционируется, а ли основывается на таких первых основных моментах. В первом выступает обнаружение и лечение анемии в дооперационном периоде без предварительной донации крови. На втором этапе он касается интероперационного периода. Необходима минимизация кровопотерей, минимизация использования травм самого числа, и в этом случае будет полезным или селсейвера. И на третьем, третий такой основный момент, это контроль гомеостаза с целью коррекции анемии, но при этом мы должны быть подходить реструктивно, то есть уровни пороги для проведения гемотрансфузии, как я уже выше сказал, должны быть на уровне 70-80 грамм на литр. При этом этих целей можно достичь только при использовании междисциплинарной команды, двухдисциплинарной, поскольку здесь необходимо участие как терапевтов, трансфузиологов, естественно, необходимо согласовывать также все это дело с ортопедами, но и без анестезиолога, реаниматолога здесь тоже не обойтись. Каким уровнем, рекомендуемый уровень, предоперационный уровень гемоглобина для профилактики осложнений послеоперационных, является уровень гемоглобина 130 грамм на литр. Это вот данные испанских ученых, они об этом неоднократно писали, и, соответственно, они также рекомендуют предоперационный осмотр пациента за 3-4 недели до начала операции. В этом плане, мы в практическом плане в этом тоже внедряем эту методику, внедряем предоперационную консультацию на анестезиолога на этапе до госпитальном этапе, на поликлиническом, можно сказать, когда, соответственно, мы можем контролировать предоперационный уровень и, соответственно, корректировать препараты железа и ретропоэтина под контролем натурального ферритина и других показателей. Поскольку проведенный метаанализ систематический обзор китайских ученых показал в 2018 году, что использование эритропоэтина при артропластике крупных суставов позволил уменьшить частоту гемотрансфузии, уменьшить средний объем гемотрансфузии, при этом использование эритропоэтина не сопровождалось увеличением риска генозной тромбоэмболии. Также проводилось исследование в 2018 году по оценке использования эритропоэтина вместе с внутривенной и литеральной формой железа. Здесь исследование показалось, что более эффективным является комбинация эритропоэтина с введением внутривенной форм по увеличению уровня гемоглобина, по становлению уровня ферритина атмосферной и других, соответственно, показателей. Также хотелось бы отметить, что обнаружена взаимосвязь между проведением гемотрансфузии и развитием инфекции в области послеоперационной раны. Вот исследование корейских уже ученых свежее достаточно. Оно показало увеличение в группе аллогенного переливания крови числа инфекций в месте операции. Разница составила 2,9% по сравнению 1,7%, когда гемотрансфузия не проводилась. Достаточно большая разница. Также имеется дозависимая связь аллогенного переливания и инфекции. Это данные Эверхарта за 2018 год на почти 7000 пациентов показано, что имеется дозозависимая связь. При использовании одной дозы электростатной массы почти в 2 раза возникает риск инфицирования послеоперационной раны. При использовании в 3 раз почти в 4 раза возрастает риск развития инфицирования раны послеоперационной раны. Поэтому независимые факторы, учитывая сопутствующие заболевания, планировала процедуру предоперационной мемии, необходимо контролировать. Весь систем внедрения протоколов перед операцией, протоколов оценки факторов риска связано с уменьшением числа инфекций, временем пребывания в больнице и средней стоимости повторной госпитализации. Это данные английских ученых. Поскольку ортопедические и травматологические операции связаны с высоким риском микрооперационного кровотечения и преливания крови, наибольший риск кровотечения бывает при ревизионах протезирования крупных суставов, при объемных операциях на позвоночнике, в том числе и коллекции физической информации позвоночника. Другой проблемой здравоохранения является растущее старение населения и их поступление с переломами трубчатых костей, наиболее частой патологией являются переломы бедра. И здесь стоят вопросы о необходимости сроков проведения операции и поступления делателей. позже выявлять и лечить поддающиеся коррекции сопутствующие заболевания, откладывать операцию, не откладывать. Если не откладывать, как быть с такими факторами, как аммия, применение антитробатических средств, обезвоживание, наличие патологии со стороны сердца и другой патологии. По данным Лидии Мора, это испанский большой центр травматологический использование такой тактики привело к тому, что при переломах бедра у пациентов старших 64-х лет они используют активную тактику 85-95% случаев и показывают, что средняя пребываемость в стационаре составляет почти 2 недели при наличии при развитии летальности до 68-7,7 процентов. Но чтобы запускать вот эту тактику активную по операции в течение 24-48 часов после поступления пациентов требуются определенные достаточно большие затраты, поскольку требуется проведение операции в день поступления допустим для наследующих необходимо усиление бригад, а возможно даже специальное отделение орта или отми. Ну что касается нашего практического опыта, можем сказать, что да, в наш 4-х сут коечный стационар в принципе регистрируется ежедневное поступление 2-3 пациентов старше 65 лет с переломом гидра, на температуру соответственно требуется проведение оперативного нежрательства. И вот по данным испанских ученых в выполнении операций все-таки они рекомендуют сроки менее 48 часов. То есть определенное влияние конечно оказало пандемию ковидной инфекции. Время до операции может повлиять на работу отделения ксенотерапии, время до операции не влияет на чистоту возложений и повторное поступление увеличение времени ожидания в то же время по данным других авторов ассоциировалось к повышенным дискам предсидем смертности и осложнений. 24-часовой порог определяет более высокий риск, но в то же время при тактике при их понимании этих осложнений две трети пациентов не были проявлены в течение 24-х часов. Здесь достаточно много организационных вопросов. Международное исследование центровое из 69 больниц было задействовано из 17 стран оценивали состояние пациентов перевод пациентов старше 45 лет. Целью была операция в течение 6 часов после постановки диагноза или стандартного лечения. Около 3000 пациентов были включены. Из них половина ускоренно оперировались, другие получали стандартные лечения пациентов. Оценивали первичные исходы такие как смертность и совокупные основные осложнения через 90 дней после организации. Есть вывод такой, что ускоренная операция в течение 6 часов после постановки диагноза не привела к значительному жилью риска смертности или совокупности серьезных осложнений по сравнению со стандартным лечением пациентов. 2020 года. Вот здесь на графике видно, что в принципе сходная кривая по крупным осложнениям и сходные кривые по развитию летальности в течение 90 дней наблюдения. были различия по развитию инфекции без серфиса при стандартном подходе, то есть когда в течение 24-48 часов оперировать пациентов несколько процентов несколько процентов выше был процент развития инфекции был несколько выше процента развития деления при отсроченной операции. Но здесь вывод такой, что это будут необходимы системные решения для минимизации оперативных задержек, такие как специальные службы поддержки по вызову, они могут быть экономически эффективными. Но реализация стратегии улучшения переоборационной медицинской помощи пациентов и ускорения предоперационной оценки является экономически эффективным больным с умеренным объемом не может привести к экономии средств центров больших объемом. То есть здесь крупные центры могут себе позволить дополнительной бригадой операционной, развертывание дополнительных операционных, в том числе и выходные и на крупных стационарах это может иметь экономию средств. Далее что касается допустим нашей тактики в отношении пожилых пациентских и волн пациентах стараемся оперировать большинство таких пациентов в пределах 48-72 часов. К сожалению, в течение 6 часов у нас пока эта политика нереализуема. Что касается следующего момента использования антитромботических препаратов у этой категории пациента, следует отметить, что нет связи между временем поступления на операцию и интероперационным изменением уровня гемоглобина у пациентов с приемом пероральных антикоагулянтов. Это данные Еленса, и соавторов 2018 года. Нет также связи между временем от поступления до операции и переливания или операции. И было показано, что отсрочка операции у пациента с переломом гидра, принимающих препарат антикоагулянт, уменьшает переоперационное коротечение или влияет на смертность. Здесь также данные Брюк Бауэра показаны на 320 пациентах. Показали, что прием пероральных антикоагулянтов пациент с перелом гидра приводил до операционного периода. Также они не обнаружили разницы по частоте кровотечения пациентов, получавших пероральных антикоагулянт по сравнению с варфарином. Здесь также приведены данные по дренажным потерям были естественно несколько выше у пациентов принимающих антикоагулянт по сравнению с теми, которые не получают антикоагулянты. Далее следующее исследование на 120 пациентах показало, что пероральные антикоагулянты вызывали повышенное коротечение с операцией, вызывали задержку с операцией. Наибольшая разница в уровне гемоглобина была при поступлении, последующая кровопотеря в среднем была минимальна, у некоторых пациентов отмечалось сильное кровотечение. Среди трех групп длительное ожидание не подъяло на кровопотерю, но при вверху до операционного периода и финансовом потере. Здесь группы подразделялись на ожидание, первая группа ожидания операции 24 часа, осмоленную последние дозы 48 часов и контроль. Также они отметили, что региональная анестезия была лимитирована, то есть ее использовалось при пациенту с первой антикоагулятором. Далее сравнивали тип анестезии, рит-анестезии у пациентами с первой бедра. Региональная анестезия не была связана с увеличением 30-ти дневной летальности по всем причинам, но была связана с уменьшением 30-ти дневной повторным поступлением и развитием инфекции в месте операционной рамы. показано на графике. Литальность при этом соответственно не была сопоставимая и на анестезия. В принципе по нашему подходу к выбору метода анестезии предпочтительным тоже у нас являются региональные методы анестезии, поскольку они связаны с меньшим развитием тромбоэмболических осложнений, меньшим кровопотерям, более коротким периодом нахождения в социанале эти данные тоже подтверждаются испанскими учеными. В то же время большое исследование показало, что спинная анестезия при переломе шейки ведра упошенных пациентов не была лучше, чем общая анестезия в отношении выживаемости и восстановления активности через 60 дней. Частота после репетиционного дирея была сходной. В принципе мы тоже с этим согласны, но все равно спинальная анестезия является предпочтительным методом анестезии в любом случае, когда пациент применяет операльный антикоагулянт или отказ от региональной анестезии. Что касается развития дирея, мы провели небольшое исследование по оценке этого дирея на почти 200 пациентов. Мы тоже обнаружили такие моменты, что развитие на вши транспорта кислорода было хуже у пациентов с развитием дирея, использованием при определении дирея, при его диагностике в отделенных реанимациях. По нашим данным, превалировала гиперактивная форма. При лечении дирея более эффективно было использование препаратов альфа-2 агонистов по сравнению с антипсихотическим препаратом, в частности галоперидолом, поскольку уменьшало длительность дирея и, соответственно, время пребывания в отделении гиперактивной терапии. Также меньше использовалась более наркотическим аналогетикам и дополнительно меньше применялся проповедь. Что касается порогов и подходов кематрансфузии, низкий уровень доказательств отсутствия различий смертности функционального восстановления послеоперационных осложнений между лидеральным и ограниченными подходами к приливанию эритроцитов. Исследования необходимы для проведения эффективности переливания эритроцитов на равных этапах учитывая пациент с нестабильным гематинамидом использования прощества этих исследований. Как уже выше я говорил, в принципе, мы за ограничительную подход к перевеливанию гематрансфузии, поскольку по данным британских ученых за 16-й год рестриктивная тактика сопровождалась меньшими осложнениями и проблемами. Что касается такого осложнения, злокачественная гипотермия, то оно регистрируется в пациенте от 1 до 10 тысяч или от 1 до 150 тысяч анестезий. У пациентов с системными нарушениями сайфитной ткани частота развития злокачественной гипотермии может быть выше и достигать 1 на 10 тысяч анестезий. Акадинез достаточно широко и хорошо изучен. Но я хотел тут бы отметить, что применение донтролена позволило снизить летальность с молниеносной формы злокачественной гипотермии за 70 до 5%. Но сразу предупждая вопрос, могу сказать, что пока регистрации у нас донтролена нет, но у нас в этом году осуществлен разный ос, около тысячи флаконов этого препарата, который соответственно распределен в крупные центры. Здесь я представляю клинические случаи, пациент 15 лет после коррекции сколиоза конструкции на крови, развилась тачкардия, гипотемия, гиперкапния, гипертемия до 39,6, соответственно, предположили реакцию на суцинилы или севаран, подтвердили развитие ритм, путем диагностиков лечения при этом фосфотеназе высоких цифр, спец лечения не проводилось, симптоматическое лечение, седромное лечение позволило купировать числа качественных термии, пациент выжил, выписан был на 14-е сутки. Также по использованию селсейвера в ортопедии интероперационная ауторинфузия уменьшает аллогенное переливание при объемных ортопедических операциях. Объем ринфузии зависит от ряда факторов, в частности хоропотерей в форме гемоглогенной системы отрывки, возможно конкоминация при ауторинфузии и селсейвер не является экономически эффективным вмешательством, но может стать таковым, если порог ожидаемой операционной кровопотери используется для более тщательного отпора пациентов. Это могут быть пациенты в ортопедии, протезирования крупных суставов и сделанных протезирования, поскольку снижается потребность гемоглогенной в форме гемоглогенной Что касается европейских рекомендаций по пациентам менеджменту хотел бы вкратце на некоторых моментах остановиться, в частности не рекомендуется использовать интероперационного жгута при первичном фатальном протезировании калиевных суставов, поскольку не имеет никакой очевидной пользы, не рекомендуется использовать дренажей для стяжения кровопотери при протезировании крупных суставов в эртобре. хирургии предлагается поддерживать ограничительные пороговые значения при лечении перелома бедра 70-80 грамм на литр и рекомендуем не отказываться операцией по переломам бедра у пациента получающих пиральный антикогулянт в качестве веры по уменьшению кровопечения. Ну и предлагайте интероперационные использования селф-сейвера при больших объемах ортопедических операций с высоким низком кровопечения, при этом экономическая целесообразность решается индивидуально. Ну и в заключении здесь мы разработали чек-лист для ортопедов, суть которого основная это планирование и оценка состояния пациента за 3-8 недель до операции, поскольку точная предоперационная клиническая оценка позволит прогнозировать кровочение, планировать трансфузии крови, иметь ограничительный подход к переливанию, ну и в целом необходима командная работа для обсуждения результатов, поскольку внедрение протокола улучшает результаты. Спасибо за внимание.